В прошлом году валовый приток прямых иностранных инвестиций в страну составил 28 миллиардов долларов. Это самый высокий показатель за последние 10 лет, сообщили ранее в правительстве. Однако аналитики Халык финансы и Национального банка усомнились в точности методологии Кабмина по подсчету зарубежных вложений. Как стороны ведут расчеты, ответ на этот вопрос попыталась найти наш корреспондент Айсауля Байгазина. Она с нами на прямой связи. Айсауля, так в чем все-таки несостыковка? Мадина, приветствую. Да, подсчет МИДа и Национального банка с Халык финанс отличается. Дело в том, что в Казахстане уделяют внимание показателю валового притока иностранных прямых инвестиций. Однако этого недостаточно для понимания полной картины потока средств, считают некоторые аналитики. В частности, показатель не включает в себя погашение по долговому финансированию и реинвестиции. А в Министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что в стране применяется статистика, которую главный банк страны сами ранее утвердил. Я читал их аналитику. Они критикуют цифры официальной статистики в связи с тем, что подсчет валовых прямых иностранных инвестиций также включает в себя объем инвестиций, так называемые реинвестиции, то есть инвестиции действующих компаний в Казахстане. Не понимаю лично я, почему это не является инвестицией. Если компании расширяют свое присутствие и заработанные средства оставляют больше в Казахстане, для нас это тоже стимул. Также эксперты Халык Файна в своем отчете указали данные по оттоку средств иностранных инвесторов из Казахстана. Причем показатель сокращается на протяжении пяти лет. А в МИДе заверили, что в целом отрицательных значений за последние несколько лет в стране не было. Между тем дипломат не обошел вниманием и зарубежных предпринимателей. Почти 30 физлиц, базирующихся в России, завершили процесс релокации в Казахстан. А заинтересованность в переезде в нашу страну выразили 72 участника рынка. Многие компании обратились к нам с просьбой по тому, чтобы мы не раскрывали будущие планы компаний. Потому что это создает проблемы по переезду компаний, по выходу из российского рынка. Некоторые компании являются публичными, торгуются на фондовых биржах. И раскрытие их будущих планов влияет на стоимость их акций. Без внимания не остались и отечественные предприниматели. Теперь они могут найти необходимую информацию по санкционным ограничениям, а также и по фирмам, которые попали под эти меры, на специальном сайте traderadar.kz. Такая инициатива необходима, чтобы казахстанские объекты МСБ не попали под вторичные санкции западных стран. У меня вся информация к данному часу. Мадина.